Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прия. В нашей замечательной игре существует очень-очень много маунтов. Некоторые поделены по классам, то есть, например, только паладины могут ездить на каких-то конях освещенных. Какие-то маунты доступны только инженерам, какие-то маунты доступны только партняжникам. И очень-очень много людей любят каких-либо определенных маунтов. Кому-то нравятся рейдовые маунты, например, ледяной шквал. Кому-то нравятся маунты с данжей, например, конь смерти ревендера. Кому-то нравятся дорогие маунты, например, спектрал. Ну а кому-то нравятся недоступные маунты, например, призрачный грифон. Сегодня поговорим о тех маунтах, которые будут доступны в обновлении 9.1. На текущий момент много маунтов было представлено на Близко Онлайн в ходе показа обновления 9.1. Разработчики говорили об этом обновлении, говорили о рейде, говорили о подземелье и, само собой, показали новых маунтов. Различные новые награды, которые нас ждут в обновлении 9.1. Два маунта, два питомца, которых мы залутаем с утробы. Левая ручонка, кровавая, это маунт, который имеется и на превьюшке видосика. Коняшка, которая, например, подойдет кем-нибудь ДК с мертвичинным сетом или кем-нибудь, возможно, некролордом. Да, почему бы и нет. То есть слева показаны маунты. Справа маленькая латная ручонка, бегающая, скорее всего. Это питомец, как я думаю. Ну и еще правее статуэтка такая маленькая. Может игрушка, может питомец. Не знаю, не знаю, что это. Но могу сказать точно то, что слева нам показаны два маунта. Ну а ручонка маленькая, это просто-напросто питомец. Переходим к следующей картинке. Летающие ковенантские маунты. От Кирий. В 9.1 будут полеты. И каждый ковенант предлагает своим участникам летающих маунтов. Замечательный, хороший, белого цвета маунт от Кирий. Не белого цвета, белого свечения. Замечательно, замечательно. Хороший маунт, действительно элегантный, я бы сказал. Идем дальше. На следующей картинке нам показаны летающие маунты от Ковенанта Ночной Народец. Это что вообще такое? Ну окей, это микс змея, который был представлен в обновлении 8.3. И лисицы, которая является космическим лисом, если рассматривать магазин Blizzard. Ну а если рассматривать обычный геймплей, обычную игру в Shadow Alliance, то тоже имеются лисицы, которых можно просто-напросто дропнуть. И этих маунтов взяли, замиксовали, и получилось вот это чудо-юдо. Еще и с рогами. Замечательный маунт? Нет. Прекрасный? Нет. Элегантный? Нет. Кто-то будет на нем кататься? Нет. Зачем его ввели? Ради рофлов? Ради смеха? Ради того, чтобы поиздеваться над Ночным Народцем? Скорее всего, да. Я не знаю, но какой-то грустный маунт. Идем дальше. Летающий ковенантский маунт от Некролордов. Я могу высказаться только этой фразой насчет этого маунта. Только одна фраза приходит мне в голову. Теперь вы можете быть и на мухе, и под мухой. Следующий ковенант, оставшийся. Ковенант Вентиров. Горгулья с измененным лицом, с кровавыми крыльями. Кровавые окончания имеются на крыльях светящимися. Круто, элегантно, классно, величественно, устрашающе. Пожалуй, от ковенанта Вентиров и от ковенанта Кири единственные хорошие маунты. Кто-то будет летать на мухе? Нет. Кто-то будет летать на чудовищном маунте, замиксованном со змеем из обновления 8.3. Ну, быть может, найдутся такие люди. Все-таки каждый человек уникален, и у каждого человека свое мнение насчет этого. Если вам нравится маунт от Ночного Народца, дайте знать об этом в комментариях. Я пойму хотя бы, быть может, ваше мнение насчет этого. Окей. Следующие маунты, которые показаны были в ходе мероприятия в Лиско онлайн, это сезонные маунты, которые доступны за ПВП. Альянский маунт и Ордынский. Собственно, в первом сезоне ПВП нам давали паучка. За Альянс, за Орду, разных расцветок они были. Тут разная броня. Также имеется какой-то бочонок интересный. Что находится в бочонке? Вопрос открытый. Я не знаю, что в нем находится, но было бы неплохо узнать ответ на этот вопрос. Хороший, интересный жучок. Ну, прикольный, прикольный. Тут ничего не скажешь. Ну и, само собой, на последней картинке отображены самые жесткие маунты. Маунты с целью получения которых нужно постараться. Левый маунт это дракон от гладиаторского звания. То есть, в первом сезоне он тоже был представлен. Точно такая же моделька, только глазки были красные. Тут глазки синенькие. Ну и маунт справа, это элементаль за все пятнашки в таймер. Такой же маунт, как и в текущий момент, только рекалор версия. Что такое рекалор? Рекалор это просто-напросто измененный цвет маунта. То есть, например, если вы не полутали маунта в первом сезоне, гладиаторского маунта и маунта за пятнашки, то не расстраивайтесь. Можно полутать во втором, но только вопрос интересный, что будет во втором сезоне. Быть может в пвп будет еще тяжелее, а может еще и легче будет. Посмотрим. Посмотрим, что будет нас ждать в обновлении 9.1. Но те маунты, которые представлены у ночного народца, это ужас какой-то. Я не знаю, что с этим будут делать. Если это серьезный маунт, то мне очень грустно за этот ковенант. Тут, я не знаю, должны быть какие-то мотыльки красивые. Но не вот это ужасное зрелище нам должны были показать. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.